Добрый день всем, кто любит меня и всем, кто хочет полюбить вино. Меня зовут Лёша Дмитриев и я Сомелье. Дегустация португальских вин, как мы и обещали. Спасибо Наталье, которая пишет мне имейлы уже не первый месяц. Алексей, продегустировали вы наше вино или нет? Наконец, это время наступило. Около двух месяцев, друзья мои, и может быть даже и больше. Эти бутылки находились у меня дома, их прислала Наталья и компания Herdade do Carvalho из Португалии. Посылочка, мне было очень приятно, спасибо огромное. Еще раз спросите, что заставил вас так долго ждать. Мне кажется, именно сейчас, Vinho Verde, с которого мы начнем, беленькая, будет действительно актуальным. 22 градуса на дворе у нас, уже жара. Было очень холодно, я еще ездил на зимней резине, потом бах, и уже такая жарища, да. Нина в купальнике пошла на пляж, а в вашу дома дегустирует вино. Итак, Vinho Verde. Региончик на севере Португалии, даже северо-запад. Да, у нас есть вот наш прекраснейший Хью Джонсон. Я вам покажу эту фотографию. Фотография просто Касту. То есть находится провинция Миньо и вот так вот северная часть. Делается у нас на основе разных сортов винограда. Самые топовые Vinho Verde делаются из альвариньо стопроцентного, да. Но есть у нас еще следующие штучки. Азаль. Он у нас здесь присутствует. Здесь у нас есть Азаль и Аринто. Также Лорейро, Траджадура, Авезо, Падерна, Аминь. Много интересных и неизвестных сортов. Vinho Verde всегда, то есть уже можно сказать всегда, потому что я пробую его там четвертый или пятый производитель от Vinho Verde, да. Легкая, свежая, минеральная. На слепой дегустации в цвете она очень похожа, например, на тоже шабли молодое, да. На слепой дегустации можно слегка сразу спутать с бургунгией, с базовой. Вот именно с минеральностью, с этими известняками, да, которые ощущают, что ты просто лижешь их. Они присутствуют здесь. Алкоголя немного, двадцать с половиной у нас сегодня. Давайте попробуем, что же у нас во вкусе. Как и ожидалось, все приятно. Только ощущение, что перед нами столовое, хорошее вино. Хотя по меркам португалии далеко не столовое. Это D.O.C. классификация. Питка освежающая. То, чего хочется на летней площадке. То, чего не хватает, когда тебе жарко, да. То, что можно пить очень долго, да, не спеша. Приятное. Не хочется, чтобы оно было очень дорогое. В Киеве, там, по-моему, пару лет назад завезли вино Верда. Все это очень ждали. Пять тысяч бутылок разгребли за просто за один месяц, да. Многим друзьям рекомендовал. Достойно. Если вы увидите его где-то за границей за два-три евро, я не удивлюсь, да. Это будет хорошая цена. Можно брать. Даже не смущайтесь. Везите домой, увещайте друзей. Находите в Украине. Есть уже места, где это продается. Это приятно. Это хорошо. И это хорошая альтернатива дорогой Франции, дорогой Европе, да. В Португалии намного дешевле там, мне кажется, жизнь, чем во Франции, и той же Италии, и Германии. И вина более доступные. Поэтому, Наталья, первое вино. Мне понравилось. 2009 год. Откровенное, хорошее. В аромате еще раз у нас были цветочные оттенки, немного акации, которую в арома шоу не угадала Нина, если вы помните. Также немного лимончика, такого цедры лимончика, немного известнячка. Все приятно. 82 балла с плюсом от меня для белого простого португальского. Мне кажется, хорошо. Красное вино. Красное вино у нас из региона Alentejano. Alentejano 2006 года. Такая уже пятилетняя Португалия. Сорта винограда у нас Trincadeira. И Aragones, то есть Tempranillo, который у нас есть в Испании. По цвету похоже на Tempranillo из Риохи. То есть не Ribeiro del Duero, а там именно Рио, Tempranillo. Средней насыщенности. Пока еще нет сильных тонов выдержки. То есть я бы не сказал, что она даже пятилетняя, что она слишком старая, что у нас в аромате. Аромат необычный, честно вам скажу. Необычный. Lissias называется. Vinho Reginala Alentejano. Ягодные оттенки переплетаются с овощными немножко. И даже такими не свежими овощами, да. То есть не четкий такой зеленый перец, а немножко неподвявший. Такое у меня немного это смущает. Да, такой необычный. Вкус у нас сухое. Как и первое наше было сухое, с легким покалыванием. Тут у нас покалывания нету в красном. Ровное. После вкуса средней такой длительности, средней насыщенности вино. Похоже на Tempranillo из Риохи. Почему бы нет? Маленькая-маленькая такая последняя остаточная мясистость присутствует, да. Тонины все-таки такие, они не колющие. Но чувствуется, что выдержка в бочке была. И вот эта мягкая, такое вот ореховая горчинка есть. Это нормально на самом деле. Можно сочетать с мясными блюдами, средней насыщенности. В рыбу не хочется. Именно мясные блюда. Может быть даже лэмп прошутто, да. Прошутто из ягненка. Я давно пробовал. Мне кажется, с этим вином будет клево сочетаться. 40% алкоголя удивляет меня, потому что здесь их не ощущаешь. Я не знаю, там может быть в начале. Температура у меня была около 13-14 градусов. То есть если белое, мы охлаждаем до 7-8. Это хорошая температура подачи виню верде. То наше вино до 13 градусов будет нормально себя чувствовать, да. И все ровно. Хорошее, добротное вино, без изъяна. Немного смутило меня в аромате, да. Это послевкусие не слишком богатое. То есть оно есть. Есть горчинка. Есть ягоды. Они не очень длительные. Хотелось бы немножко больше, как для красного. От красного, не знаю. Я ожидаю большего. Всегда может быть чем от белого. И я дам ему 81 балл. Да. 81 балл от меня. Вот такие дела, Наталья. Спасибо за эту дегустацию. Очень приятно, что вы передали вино. Простите еще раз, что заставил вас заждать. Третий раз я говорю, извиняюсь. Но сейчас самое время. Самое время задать вам еще один маленький вопрос в конце. Как вы думаете, если вы приходите в ресторан и заказываете чай, а потом просите лимончик? И потом вам носят счет и за лимончик взяли отдельно определенную сумму. Это нормально? Как надо обозначить замешать. Как нужно разумнить смысл, как души черное. Как можно смысл mobility в bisogных для вас. myös Soldier医ник. Как правило deadly, чтобы яlu Yelluk. Узбλι, прожжf. Последний ряд.